Всем привет, друзья! Автоцентр знакомится с новым Pro Seed. Это третья модель в семействе Seed-ов, и теперь, как видите, нет больше трехдверных кузовов, только пятидверки. Классическая пятидверка это, собственно, хэтчбек Seed, универсал, спортвагон, он же SV, это классический универсал. Ну, а третьей моделью будет Pro Seed с таким вот оригинальным и, ну, чего ж греха таить, красивым кузовом Shooting Brake. Правда, в оригинале Shooting Brake они трехдверные, но современная интерпретация выглядит именно вот так. Кстати, ну, очень схожа корма на таковую у Porsche Panamera, но выглядит действительно интересно. Все Seed-ы построены на новой платформе K2, и межосевое расстояние у них одинаковое, 2,65 метра. Но при этом данный Pro Seed, он длиннее, даже длиннее универсала, и линия его крыши ниже на целых 43 миллиметра. Двери, кстати, рамочные, классические. Но, как видите, по своему силуэту он такой весь спортивно-стремительный. Ну, и данная модификация – это версия GT. Вот у нас тут шильдик даже есть. Кроме нее есть версия GT Line. Там двигатели поскромнее, есть даже литровый. То есть для GT Line идет литровый и 1,4-литровый, бензиновый, и они турбированные. А для просто GT, для самой мощной – это 1,6 турбо, 204 лошадиные силы. Есть также и дизель объемом 1,6 литра. Так, это версия GT. И вот здесь у нас есть линейка. Можем глянуть быстренько. К слову, нам предложили здесь погонять, попробовать, каков просид в управляемости. Но вот это все просиды стоят, как видите. А вот справа от меня – обычный сид. Спереди – фактически один в один. А вот дальше начинаются отличия. Смотрите, насколько разные кузова. Ну, и глянем с кормы, как он выглядит. Ну, вот здесь отличия наиболее заметны, потому что силуэт просид куда стремительнее. Ну, а здесь у нас классический хэтч сид. Кстати, есть версия GT, возможно, это она. Нет, это вообще просто абсолютно обычный сид. А есть сид GT, там также 1,6 турбобензиновый на 204 силы. Так, ну что ж, снаружи глянули. Кстати, как вам вот этот вот морковный цвет? Ну, достаточно интересно выглядит. Он отличается вот от классического красного. Он там красный вдалеке, а это морковный. Пишите в комментариях. Сейчас идем смотреть салон. А интерьер у нас точно такой же, как у хэтча сид. Точно такая же передняя панель. Слегка повернута на водителя. Кстати, обратите внимание, сразу у нас механика. Это шестиступенчатая механика. Но на выбор предлагается также и семиступенчатый преселектив. Ну и, конечно же, для такого автомобиля положены спортивные сидения. Это еще не ковши, но боковая поддержка в них довольно развита. У водителя электрорегулировки, у пассажира механические настройки. Так, присядем в салон. Обратите внимание, приборы аналоговые, но посредине большой дисплей информационный. Информации предостаточно, даже вот такая визуализация есть. Так, что еще интересного? Это такой вот парящий 7-дюймовый экран мультимедиа. Это имитация прострочки. Но это пластик, это не кожаная обшивка. Пластик мягкий. Ну и здесь вот чуть, ну тоже в стиле Кио, но чуть иначе решены кнопки и селекторы по мультимедиа и по климатической установке. Но все это очень приятно на ощупь, очень аккуратно сделано, с вниманием к деталям. Если камера передаст. В принципе это заметно. Подгонка везде аккуратная, но немного вот эти черные цвета можно было бы чем-то разбавить. Руль спортивный. Опять же, как подобает такому автомобилю. С таким вот характерным скосом снизу и надписью GT. Сидения имеют регулировку по поясничному подпору. И даже, даже есть вот здесь она на двери память на три позиции. Так, по высоте помещаюсь. Кстати, смотрим, здесь у нас панорамная крыша. Нормально хватает абсолютно места, причем сидение можно опустить еще ниже. И вот самое интересное, каково здесь на заднем ряду, потому что задний ряд у нас может быть немножко поджат крышей. А ну-ка попробуем здесь устроиться. Ну, на вид вроде как не тесно. Но это опять же только на взгляд. Ну, так, я не скажу, что место с большим избытком, плюс часть его села, собственно, панорамная крыша и шторка к ней. Но попробуем вам показать, каково сидится здесь мне с ростом метр девяносто два. Вот, надеюсь, видно. В принципе, если даже не сползать по спинке, то до потолка я не достаю. Ну, а по коленям ситуация обстоит следующим образом. В принципе, это сидение отрегулировано не под меня, и можно подвинуть его еще немного вперед. Ну, так, не скажу, что место с избытком, но нормально. Как для такого класса, в принципе, нормально. Ну, и не менее интересная вещь, это то, как обстоят дела с багажным отделением, потому что, с одной стороны, оно достаточно скошено сверху, с другой, узов не маленький, значит, место должно быть. Итак, здесь заявлено 594 литра объема. Тут уже пара чемоданов лежит, мы их выгружаем. 594 литра, это, чтобы вы понимали, практически вдвое больше, нежели у обычного хэтчбэка Сид, но при этом чуть-чуть меньше, чем у универсала СВ. У него 625. Вот это вот очень удобный органайзер, сдвигается буквально одно касание, под ним пару полок. Запаски здесь в европейских версиях нет, нет, не достается. Кстати, в Европе автомобиль предлагается, тут также еще один бокс, в Европе автомобиль предлагается уже, вот начиная где-то с января-февраля, в зависимости от рынка, а к нам приедет несколько позже, когда не говорят. Тест я начал с бензиновой версии с мотором 1.4, это мотор TGDI на 140 лошадиных сил и с крутящим моментом 242 ньютон-метра. Это была GT-Line, то есть младшая из двух предложенных, а сейчас я за рулем GT, то есть топового просида, у которого под капотом турбобензиновый 1.6, мощностью уже 204 лошадиных сил, но крутящий момент от 1.4 отличается ненамного. Там 242, здесь 265. Но должен заметить, что едет она просто великолепно, нет ни провалов, ни турбоподхватов, все очень ровно, очень прогнозируемо, очень приятно, и вот только что просверлил буквально по горным серпантинам. Ну, великолепное ощущение от управления, и еще потому, что здесь у нас механика, на удивление, это шестиступенчатая механика, и для того, кто любит драйв и понимает, как с ней обращаться, это будет действительно очень классно, но на самом деле предложен выбор для каждого из моторов у просида на выбор либо шестиступенчатая механика, либо семиступенчатый преселектив. Также был небольшой опыт езды по треку, и я вам скажу, что просит приятно порадовал очень хорошо выверенной управляемостью и прохождением поворотов, и фактически здесь все очень нейтрально, очень понятно для водителя. Добавлю, кстати, что настройкой подвески занимался Альберт Бирман, ну, точнее, курировал весь этот процесс, ну, а что касается самой подвески, то спереди стойки Макферсона, сзади многорычажка. Отлично идет машина, то есть она сбалансирована в той мере, что и устойчива, и в то же время ее не сносит, у нее нет избыточной поворачиваемости, и на неровностях, те, которые нам попадались, ну, достаточно упруго на их проходит, но, в принципе, не жестко. Что мне не понравилось просит, это обзорность через заднее, ну, салонное, скажем так, зеркало, через заднее стекло, потому что она минимальна. Не знаю, будет ли видно на камере, но сейчас я вот смотрю и вижу только буквально фары сзади едущего автомобиля. Ну, и наружные зеркла, честно говоря, мелковатые. А что касается камеры вспомогательной, которая здесь вот в мультимедиа зашита, то, ну, сейчас показать не могу, но, честно говоря, графики хотелось бы получше уже для нового автомобиля. Желательно, чтобы это было все качественно и более проработано. Ну, и что касается версии с механикой, хотя я не думаю, что она будет пользоваться на нашем рынке уже очень большой популярностью, если ее вообще привезут к нам. Так вот, педаль сцепления требует какого-то хитрого выжима, ее приходится туда доутавливать носком левой ноги. Ну, не очень удобно, это требует привыкания и постоянно чувствуешь какой-то дискомфорт. Во всем остальном все достаточно приятно, все без вопросов. Но, опять же, не будем забываться, не будем требовать от этого автомобиля слишком многого, потому что, ну, пусть это и Baby Panamera, но, тем не менее, это C-класс, ну, пусть даже C-плюс. И это не целая шутинг-берейка от Mercedes, это не та же Panamera от Porsche. Поэтому, ну, в названии этой модели есть слово SEED, то есть это соплатформенник классического хэтчбэка. Но на то, как она выглядит, мне кажется, вот именно топовая версия с турбомотором 1.6 едет очень достойно и получается вот такой вот неплохой баланс внешнего вида и хорошей динамики, хорошую управляемость.